Привет всем! У меня на канале Ресторан в Хрущевке и сегодня я покажу вам, как правильно приготовить и красиво подать настоящее итальянское ризотто по классическому рецепту. Также сегодня мы узнаем, как правильно выбрать рис, как добиться правильной консистенции кремовой у ризотто и многие другие нюансы. Не забываем подписываться на канал, чтобы не пропустить новые рецепты и смотрите сегодняшнее видео до конца, чтобы получить специальное предложение от моего канала. Поехали! Итак, первое, о чем стоит сказать, это о том, как правильно выбрать ингредиенты для ризотто. На самом деле вопрос ингредиентов это не только вопрос ризотто, это вопрос любого блюда, которое вы хотите приготовить. То есть, не стоит ожидать, что вы возьмете засохшую морковь и у вас получится шикарный бульон. Не стоит ожидать, что вы возьмете белорусский типа пармезан и у вас получится такой же ризотто, как у итальянского шеф-повара с его оригинальным итальянским пармезаном. Поэтому при выборе ингредиентов обязательно выбирайте оригинальный. Итак, нам понадобится 150 грамм риса для ризотто. В моем случае это арборио рис. Позже расскажу, как выбрать правильный рис. Нам нужна одна луковица и небольшой стебень сельдерея, 50 грамм масла, где-то 50 грамм тертого настоящего пармезана, а также нам нужно где-то полстакана белого вина сухого. Ну, у меня чуть больше, чем полстакана, на самом деле для настроения правильного. Хорошая. Значит, зелень для подачи, для красивой подачи и зелень для жарких грибов. И, конечно же, нам нужен бульон для приготовления ризотто. Где-то литр бульона будет в самый раз, если у вас останется, ничего страшного. Так, ну что, начнем. Для начала мы обжариваем грибы, конечно же. Вот. И выливаем масло. Добавляем грибы. К грибам мы добавляем соль по вкусу и свежемолку перец. Немного не переусердствуйте. Добавляем зелень. Все, наша задача жарить грибы. Если грибы свежие, то жарим 10-15 минут. Выбирайте, конечно, любые грибы по вкусу. Ну, объективно, лесные грибы, типа белых грибов, самый лучший вариант, конечно же. Вот. Ждем пока обжарятся грибы. Ну что, наши грибы обжарились. Посмотрите, да, шикарного золотистого цвета. Ммм, шикарный аромат. Снимаем, снимаем грибы, отставляем их в сторону. Теперь нам нужна новая сковородка. В моем случае не так много ризотто, 150 грамм, поэтому могу делать на сковородке. Опять же, на сковородке удобнее вам показывать. Самый лучший способ готовить ризотто, это в металлической кастрюле с высокими бортами, чтобы она равномерно прогревалась, с толстым дном. Но, для удобства, для того, чтобы показать все вам, я буду готовить в сковородке. Итак, мы начинаем готовить само ризотто. У нас здесь уже отдыхают грибы, и у нас здесь подогревается бульон. Для того, чтобы он был одинаковой температуры с ризотто, чтобы не добавлять холодный бульон в блюдо. Иначе это будет тормозить и процесс варки, и постоянно будет требовать нагрева. А бульон надо добавлять порционно. Ладно, итак, начинаем готовить ризотто. Первый этап итальянцы называют это приготовление софритто. Софритто. Это такая зажарка, любая база для многих блюд. Добавляем оливковое масло на разогретую сковородку. И вообще софритто состоит из, в оригинале это морковь, сельдерей, лук. В нашем случае нам нужен лук, максимально мелко измельченный, чтобы крупные части не попадались потом в ризотто. И также мелко измельченный чуть-чуть вот часть корня сельдерея. Добавляем на сковородку. Здесь у нас очень важная задача. Нам нужно, чтобы эта часть поменяла цвет плавно, но при этом не сгорела. Наша задача просто довести это до плавного изменения цвета на золотистый. Пока мы будем обжаривать софритто, я расскажу, как правильно выбрать рис. Итак, вообще по сути существует три вида риса. Это арборео рис, подходящих для ризотто. Какая особенность этого риса? Особенность состоит в том, что у него высокое содержание крахмала. Он твердый внутри, при этом не разваривается при жарке. И, соответственно, он позволяет достичь вот этой стадии аль дента, которую так любят итальянцы, что он внутри остается твердым и при этом помогает за счет крахмала получать вот эту кремовую основу. Значит, соответственно, есть три вида риса. Арборео рис, виолония и карна роли. Вообще, самый лучший рис, сбалансированный, который дает и правильную твердость, и кремовую текстуру, это карна роли рис. Но у нас я пробовал найти, откровенно не смог, поэтому в большинстве случаев вы сможете купить только арборео рис. Все, лук у нас постепенно поменял цвет на золотистый. Это значит, но я его не спалил еще. Это значит, что наше софритто, по сути, готово. Следующая стадия готовки ризотто. Наша задача обжарить рис где-то примерно 3-4 минуты. Мы готовим на постоянном среднем огне для того, чтобы не спалить и в это время давать плавно рису раскрываться. Эта стадия у итальянцев называется тостатура. Это когда вот именно рис с ризотто здесь обжаривается вместе софритто. Я уже, мне кажется, посмотрел для вдохновения там кучу оригинальных итальянских рецептов, настоящих итальянских шеф-поваров и вынес вот самое ценное, самое полезное для того, чтобы вам рассказать. В целом, дальше есть четкая, вообще четкий критерий у классических итальянских шеф-поваров на тот случай по поводу того, сколько по времени готовить ризотто. Вот сейчас будет стадия, с которой мы можем засекать это время и обычно это 17-18 минут, то есть прямо вот можно, знаете, засекать часы. Ну что, теперь у нас следующий этап. Мы добавляем наши полстакана белого вина. Я вот много смотрел рецептов, где добавляют вино, и я всегда задавался вопросом, ну, ребят, ну, как бы, кроме того, что вот это, не знаю, там, аромат, еще что-то, для чего это делают конкретно? Я прям погрузился в эту тему, и на самом деле оказалось, что, например, вино для риса, вот для арборео риса, для риса, для ризотто, оно дает возможность рису вот начать раскрывать свои поры и выделять крахмал. Вот если вы видите, да, вы можете сейчас прямо увидеть, что уже сразу мгновенно, вот я только залил вино, да, уже начинает появляться такая вот кремовая, кремовая основа у риса, вот он начал поры раскрывать. Наша задача, по сути, выпарить только алкоголь, лишний, да, вот аромат алкоголя, и будем дальше переходить к следующей стадии. Рис для ризотто мы постоянно перемешиваем, для того, чтобы, во-первых, он равноверно прогревался, и больше, все, мне уже нужно сюда добавить немного бульона, потому что я смотрю, что ему нельзя находиться без воды, то есть он, все это, крахмал и прочее, все это высыхает. И смотрите, вот, вот уже, уже появляется прекрасная нежная кремовая основа. Если честно, я когда-то пробовал готовить ризотто, читал какие-то, вы знаете, такие простые рецепты, которых очень много на постсоветском пространстве, ну, там все начинается с того, что там даже и рис не для ризотто. Поэтому, честно говоря, приготовить ризотто с рисом не для ризотто очень сложно, потому что он, в принципе, по умолчанию сделает вам кашу, но никак не даст вот такую кремовую структуру. Мы добавляем бульон, ну, и вот наши, с момента добавления вина, наши 17-18 минут пошли, мы постоянно помешиваем, ну, так, даем там секунд на 20-30 постоять, но в целом продолжаем помешивать ризотто для того, чтобы оно равномерно прогревалось. Кстати, что касается по поводу вина, вино нужно тоже выбрать правильно. На самом деле, самый классный способ выбрать вино, это, есть одно золотое правило, не добавляйте в еду вино то, которое вы не стали бы пить. Поэтому, я выбрал итальянское сухое, и мне очень понравился вариант пино гриджо, и оно по ощущениям, ну, как минимум, как полусухое, возможно, даже ближе к полусладкому. То есть, очень приятный вкус, нежный, легкая такая текстура, вот, легкий аромат, поэтому это действительно мне очень понравилось, поэтому я вот добавил именно такое вина. Что касается бульона, теперь стоит поговорить немного про бульон, потому что бульон здесь очень важен. Я готовил бульон отдельно, откровенно, ну, наверное, там, на приготовление бульона ушло часа полтора-два, и бульон нужно приготовить правильно. Можно использовать любой бульон, овощной, куриный, рыбный, особенно для ризотто с морепродуктами. Но, при всем при этом, учитывайте, что бульон должен, ну, знаете, быть такой насыщенный, да, то есть, вот, в моем случае бульон, ну, вот он, да, значит, в моем случае бульон был из курицы, куриная основа, но я добавлял зажарку, назовем ее софритто, из овощей, из моркови и лука и сельдерея. Добавлял еще черный перец горошком, ну, если кто-то не знает, как сварить классный бульон, то пишите в комментариях, и я обязательно вам сделаю отдельный рецепт по поводу разных видов бульонов, научимся их варить. Бульон это, по сути, основа для многих блюд в итальянской и французской кухне, поэтому это очень важный ингредиент. Здесь, в процессе приготовления, мне очень нравится добавить немного свежего тимьяна, так прям, как прям с веточки обрываем, дает шикарный аромат, он вообще прям, это прям топ, топ, топ приправа именно для ризотто, такая из натуральных, дает очень классный привкус потом. Я думаю, нам хватит. Обратите внимание, что я не коим образом сейчас не солю ризотто, не добавляю в него перец и так далее, потому что надо учитывать, что у нас сыр итальянский, он достаточно соленый изначально, и поэтому тут важно соблюсти баланс. Когда я варил бульон, я специально бульон не солил, для того, чтобы действительно попасть в нужную вот эту... То есть, если бы я посолил бульон, то получается, что у меня была бы возможность такой пересоленный откровенно ризотто получить. Так, у меня не соленый бульон и не солю ризотто. До самого последнего момента, пока не добавлю сыр. Мы продолжаем помешивать рис. Смотрите, какая у него прекрасная кремовая текстура. Просто, просто обалденно. Продолжаем добавлять немного бульона. Пока наш рис готовится, я вам расскажу, как, опять же, как правильно выбрать сыр. Вы можете, конечно же, конечно же, можете выбрать что-то, что вам больше нравится. Вы можете выбрать какой-нибудь козий сыр. Вы можете выбрать какой-нибудь сыр, который там продается у вас в ближайшем магазине. Но, если мы говорим про рецепт конкретно классического, классического ризотто, то это только несколько буквально видов классических итальянских сыров. Это пармежано-риджано, это грана-падана и можно еще использовать пекорино-романо. То есть, любой из этих сыров, в принципе, в нормальном гипермаркете есть. Я смотрел, выбрал классический пармежано-риджано. И, конечно, вкус, аромат, нотки этого сыра сделают ваше блюдо именно особенным, в том числе. Смотрите, у нас уже подходит время к концу, когда мы варим наш ризотто. Варим, жарим на сковородке. Значит, и наша задача добавить начинку. Ну, где-то за 3 минуты до конца мы добавляем наши грибочки, которые мы до этого предварительно обжарили. Перемешиваем и добавляем еще немного бульона, явно тут пригодится. И дальше продолжаем это все обжаривать еще 3 минуты. Осталось буквально полтора минуты. Посмотрите, какая прекрасная кремовая основа. Весь крахмал уже здесь, мы ничего не потеряли. И я напоминаю, что в классическом рецепте итальянцы любят, чтобы рис был слегка аль денте. То есть, на тот случай, если вы не любите такой вариант, то есть, вы можете увидеть, что рисинка вроде бы сварилась, но внутри она еще имеет белый такой центр. Это значит, что рис у нас готов. Мы его будем снимать. Итак, посмотрите, что у нас уже получилось. Мы сняли ризотто с огня. И сейчас у нас наступает последняя стадия готовки ризотто. Это итальянцы ее называют мантекатура. Это мы снимаем сковороду с огня. И добавляем сюда сначала сливочное масло. У меня тоже масло подтаяло. И сливочное масло нам делает эту, как видите, уже и без того кремовую консистенцию, более сливочной, более кремовой. Масло обязательно, естественно, берем 82%, не меньше, для того, чтобы получить прекрасный сливочный вкус. Все остальное баловство. И, конечно, сюда наши 40-50 грамм риджино-пармежано-риджано. Вот мы сюда добавляем. И тоже начинаем перемешивать. Сыр вместе со сливочным маслом добавляет этой текстуре кремовости, сливочности и аромата. Вот на этой стадии мы можем попробовать ризотто. И, о боги, о, посмотрите, что же тут происходит. Какой сливочный, кремовый. Просто здесь уже какой вид. Просто вот посмотрите текстура. Вот она, очень кремовая ризотто. Все сделали правильно. Все у нас подтаяло. И сразу же, конечно, горячим нужно выкладывать на тарелку и подавать, чем мы сейчас и займемся. Итальянцы предпочитают выкладывать ризотто на плоскую тарелку. И так как не меньшая цель вкуса в ризотто, это добиться правильной текстуры, то здесь есть такой легкий тест, как протестировать, насколько эта текстура правильная. Посмотрите, какая нежная у нее текстура у ризотто. В хорошем рецепте важно не только вкусно приготовить, но и красиво подать блюдо на стол. Тут важны, конечно же, красивая посуда, приборы. Многие используют бальзамический крем-соус для украшения на тарелке, но я предпочитаю исключительно натуральные ингредиенты. Поэтому в основном использую микрозелень. Он как натуральный и свежий продукт не только добавляет потрясающего внешнего вида готовому продукту, но помимо этого этот продукт еще вкусный и полезный. У меня сегодня будет базилик и горох. Вот такой вот горох шикарный. Я заказываю микрозелень в Минске только у одного проверенного производителя, потому что я уже сказал, насколько важно относиться к ингредиентам ответственно. Этот производитель использует только премиальные семена для микрозелень и исключительно органические удобрения для их выращивания. Это биозелень Минск, их можно найти в инстаграме, ссылку оставлю у себя в описании к видео. И, кстати, здесь тот приятный сюрприз, о котором я говорил. Все мои подписчики и зрители смогут получить скидку на любой заказ по промокоду ресторан в Хрущевке. Обязательно рекомендую попробовать всем иметь дома лоток с микрозеленью. Она прекрасно хранится в холодильнике до двух недель, всегда свежая. И вместе с ней даже просто вареные пельмени. Это прекрасная подача и прекрасный способ поднять себе настроение. Поэтому давайте вот здесь мы сделаем красиво. Положим здесь вот сбоку немножко горошка. У меня есть пару грибочков, которые я специально оставил для того, чтобы можно было сверху украсить. Красиво. Потом возьмем пару листиков базилика. Можно взять такой побольше, поменьше. И вот посмотрите, как сейчас заиграет наше блюдо с помощью того, что мы его просто украсили. Ну что, пришло время попробовать наше блюдо. У нас все готово. Давайте пробовать. Это просто нечто невероятное. Я очень рад, что я открыл для себя классическое ризотто. Я думаю, это лучше, чем вы сможете попробовать во многих ресторанах. Потому что я даже на ютубе видел миллион каких-то нереально просто невнятных рецептов. Поэтому надо с горошком прикуску. И, конечно, пиногриджо. Ваше здоровье. Смотрите мои рецепты. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Буду рад со всеми пообщаться. Подписывайтесь на инстаграм. Хорошего дня. Пока.